Президент Российской Федерации В том совместном понимании, которое мы только что подписали с президентом Соединенных Штатов, говорится о возможности для наших стран иметь от 500 до 1100 носителей стратегических ядерных вооружений и от 1500 до 1675 боеголовок. Это те новые параметры, в рамках которых сегодня и будет проходить диалог. Это соглашение, которое придет на смену соглашению СНВ, сможет уменьшить наши ядерные арсеналы на треть. Мы надеемся, что сможем уменьшить эти арсеналы и в последующих наших договорах и соглашениях. Начинаем пресс-конференцию. Наша сегодняшняя встреча посвящена новому договору по СНВ, который будет подписан завтра, 8 апреля, в Праге. В связи с подписанием завтра нового договора по СНВ, хотел бы сделать несколько вступительных комментариев. Первое. Есть ли в договоре победитель и есть ли в договоре побежденный? На второй вопрос можно ответить отрицательно. Побежденных в договоре нет. Есть ли победитель? Да, есть. Их три, даже больше, чем участников договора. Первые два победителя – это как раз Россия и США. Договор, по оценке которую делаем мы в перцентре, выгоден обеим странам. Естественно, будучи российской организацией, мы анализируем здесь российские интересы, считаем, что договор выгоден, отвечает интересам России. Третий участник – это все международное сообщество. Договор в полной мере отвечает обязательствам ядерных государств России и США в рамках статьи 6 по договору о нераспространении ядерного оружия. Больше того, он открывает дверь для дальнейших широких масштабных сокращений ядерных вооружений всеми ядерными державами, как находящимися в этом договоре, так и вне этого договора, например, Индии. Второе. После нескольких лет продолжительных и грустных, когда само слово «разоружение» находилось в загоне, а таблички со словосочетанием «arms control» откручивались в буквальном смысле этого слова в кабинетах в Госдепе, в других ведомствах в Вашингтоне, ситуация меняется значительным образом. Мы пока еще не можем говорить о ренессансе ядерного разоружения, мы еще не можем говорить об устойчивой тенденции, но мы уже можем говорить о открытии возможности для того, чтобы установить тенденцию движения к миру с меньшим и меньшим количеством ядерных вооружений. Таким образом, двусторонний договор, а мы, конечно, сегодня будем говорить о двустороннем договоре российско-американском, тем не менее имеет глобальное значение и открывает путь для глобального процесса сокращения ядерных вооружений. Третье. С точки зрения Российской Федерации данный договор отвечает по нашим оценкам, ее национальным интересам. Он хорошо увязывает вопросы стратегических наступательных вооружений и вопросов противоракетной обороны, что делается и в преамбуле договора, и в самом тексте договора. На сегодняшний момент планы Соединенных Штатов в области противоракетной обороны нам до конца не ясны. Как работать в будущем, как воспринимать американские планы в будущем, это серьезный вопрос. Если Соединенные Штаты ограничатся региональным измерением ПРО, думаю, здесь мы можем совместно работать с американцами над оценкой угроз, возможно, над совместными проектами. Если их задача связана с развитием стратегической глобальной противоракетной обороны, то для этого в подписываемом завтра договоре предусмотрен пункт, если это неприемлемо для России, о возможности выхода из договора. И, наконец, последний сюжет, который хотел бы здесь обозначить, это возможность и необходимость на определенном этапе в дальнейшем присоединения к процессу ядерного разоружения и других государств, имеющих ядерное оружие. Великобритания являющихся ядерными как по договору о нераспространении ядерного оружия ДНЯО, так и фактически. Великобритания всерьез размышляет над этим процессом, мы видим позитивные сигналы. Ситуация с Францией и Китаем нам гораздо менее ясна, я думаю, она никому не ясна, особенно с Китаем. Наконец, Индия, как ответственное ядерное государство, тоже должно в параллель с ядерной пятеркой сделать конкретные шаги, направленные на ядерное разоружение, а также подписание и ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Мы начинали этот процесс, я его начинал совместно с замминистром иностранных дел Сергеем Рябковым в апреле прошлого года в Вашингтоне, когда мы начинали разговор о том, как должен выглядеть договор, чем он должен отличаться от договора СНВ-1. В июне, в июле прошлого года американцы нам передали свой первоначальный вариант. Я должен сказать, что то, что они нам передали в июле прошлого года и то, что получилось сейчас, конечно, это, ну если не небо и земля, то очень большое отличие в плане сбалансированности договора и нахождения компромиссов. Договор, с моей точки зрения, я 10 лет непосредственно занимался вопросами договорных отношений в Министерстве обороны, я считаю, это первый равноправный, действительно равноправный договор. Б, это, ну, второй после РСМД, а в области стратегических наступательных вооружений документ, согласно которому американцы будут вынуждены реально утилизировать, уничтожать свои носители. Это очень важно. Ну, что касается взаимосвязи СНВ и ПРО, в преамбуле договора, конечно, идеально было бы записать в договоре, что американцы, например, или стороны останавливаются на том, что они уже достигли. Ну, во-первых, это, конечно, малореально, потому что нынешняя конфигурация, официально утвержденная, стратегической ПРО Соединенных Штатов, это 100 противоракет, это практически договор 1972 года. Рассчитывать на то, что американцы вернутся к договору 1972 года, было бы наивно. Но то, что в договоре написано, что связь абсолютно, что существует связь между стратегическими оборонительными и наступательными вооружениями, второе, что эта связь, значение этой связи все более возрастает в условиях сокращения стратегических наступательных вооружений, и третье, с моей точки зрения, самое важное, что нынешнее, нынешнее, я подчеркиваю, состояние стратегических оборонительных систем не угрожает группировке стратегических наступательных вооружений, которыми обладают стороны. Плюс в самом тексте договора содержится положение о невозможности переоборудования шахт МБР для противоракет, а также использование шахт противоракет для загрузки в них МБР, то есть наступательных вооружений. Этого, я считаю, вполне достаточно для того, чтобы отразить в договоре взаимосвязь между СНВ и ПРО.